Мы начинаем очередной урок, это 22-й урок по книге Шмот, изучаемый сегодня раздел «Недельный Бо», это 12-я глава, начиная с 21-го стиха. Затем Муше созвал старейшин Израиля и сказал им, пойдите и возьмите себе ягнят для ваших семей и зарежьте пасхальную жертву. Заповедь пасхальной жертвы была передана еще раньше, в самом начале главы, была она передана Всевышним Муше и Аарону, а теперь уже Муше передает эту заповедь старейшинам Израиля. «Пойдите и возьмите себе ягнят для ваших семей и зарежьте пасхальную жертву». Перевод этот «пойдите и возьмите» достаточно приблизительный, потому что буквально перевести просто невозможно. То есть буквально лемшок – это потянуть, взять, если где-то есть ягненок, потянуть его либо при покупке, когда его покупают, либо взять его у себя. «Пойдите, возьмите себе ягнят для ваших семей и зарежьте пасхальную жертву». «Возьмите пучок из ова и обмакните его в кровь, которая в чаше, и коснитесь кровью, которая в чаше, притолоки в обоих дверных косяков». Стоп, 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 стоп. Здесь вдруг в этой заповеди появляются новые детали, которых до сих пор не было. Как эта заповедь была передана Всевышним Муше и Аарону? Сказано там так. «Игненок должен быть без порока, самцом, первогодком. Вы можете взять его за вец и скос. Вы должны хранить его до 14 дня этого месяца. И тогда пусть зарежет его все собрание общины Израиля в межвечерии. И пусть возьмут кровь и нанесут на оба косяка. И на притолку в тех домах, в которых вы будете его есть. Возьмите кровь и нанесите на притолку и на два косяка. Как нанесете? Потому, как сказано здесь, без разницы. Хотите пальцем, пожалуйста, пальцем, хотите ватой. Ватой. Как угодно. Вдруг, когда Муше передаёт эту заповедь Израилу, появляется новая деталь, что нужно это делать не пальцем и не как-нибудь, а возьмите пучок изова, то есть растение определённое именно, и обмакните его кровь, которая в чашу. То есть кровь нужно было предварительно пасхальной ищетом собрать в чашу, теперь в неё обмакнуть пучок, заранее приготовленный пучок изова, а уж потом этим пучком изова мазать по притолку и оба дворных косяка. Откуда взялась эта деталь? Вот здесь мы видим одну очень важную особенность во всём, что касается заповеди Итуры. Как пишет об этом, кстати, не будем забывать, что это одна из первых заповедей, которая здесь нам даётся в Торе. Первая заповедь, которая была дана в Торе, это заповедь Кедуша Ходыш, то есть установление месяца по Новолунию. И теперь следующая – это заповедь пасхальной жертвы. Так вот здесь, этот самый первый, почти самый первый закон, он уже даёт нам конкретный пример устного закона, Тора Шибеальпе, устной Торы. Ведь мы читаем здесь, пишет Равирш, что Муше устно сообщил старейшим своего народа деталей, касающиеся соблюдения закона, не включённые в речение Бога. То есть здесь перед нами первый пример устного учения. Есть учение письменное. Что называется письменной Торой? Это тот текст, который перешёл от Всевышнего к Муше. Затем он уже его фиксирует в Тору. А вот здесь произошло следующее, что деталь определённая, которая не была включена в формулировку заповеди, она передаётся, то есть старейшины слушают её от Муше. Муше устно сообщил старейшим своего народа деталей, касающиеся соблюдения закона, не включённые в речение Бога, как оно зафиксировано в тексте Писания. Там действительно в тексте заповеди, как она есть, ничего про Иезов не сказано. Записанные слова Бога дают лишь общее описание закона, а более подробные указания были устно сообщены Муше Богом. Муше не придумал эту деталь. Он не интерпретирует то, что сказано ему Богом. Он не развивает и не украшает, и не углубляет, и не конкретизирует. Конкретизация дана ему. То есть вот здесь вот и выстраивается перед нами строение Аллахи в дальнейшем, как оно будет во всей Торе. То речение, которое исходит от Всевышнего к Муше в качестве формулировки закона Письменной Торы, оно кратко, очень лаконично и обрисовывает заповедь в целом, но так не обрисовывает, что конкретно исполнить её совершенно непонятно как. Рамбом привёл в пример заповедь Суки. «Сказано бы сукот тишву шиват ями» – вы сидите в сукот семь дней. А что такое сука? Ну, сука – это сука. Ну, наверное, слово схах – навес, что-то такое. А что имеется в виду? А какого размера? А из чего её делать? А как из того чего? Никакой конкретизации. Откуда же приходит конкретизация, которой хватило на целый трактат Талмуда и на достаточно большое количество параграфов шуха на руке? Это что творческое развитие уже этой краткой идеи? Ни в коем случае. Это устная Тора, устный закон. То есть, то, что было сказано Всевышним Муше, но не для того, чтобы быть записанным в книгу Тору, а для того, чтобы быть уже устным учением, в котором есть все конкретные детали исполнения той или иной заповеди. А без этих деталей заповедь становится либо невыполнимой вообще, либо потерявшим, не имеющим вообще никаких рамок определений, которые совершенно не ясно, как её исполнить. Вот здесь этот конкретный пример, когда конкретные детали исполнения заповеди не попадают в её письменную формулировку, а говорятся Всевышним Муше, и он уже передаёт её народу Израиля. И пусть, я возвращаюсь к тексту, и пусть никто не выходит за двери своего дома до утра, а Бог пройдёт, чтобы поразить египтян, и он увидит кровь на притылке на двух косяках, и минует Бог этот вход, и не даст губителю войти в ваши дома, чтобы поразить вас. Храните это как закон для себя и для своих потомков навеки. И будет, когда вы войдёте в страну, которую Бог даст вам, как Он обещал, соблюдайте это служение. То есть, вот это вот служение, принесение пасхальной жертвы, следует соблюдать его, и когда вы придёте в вашу землю. И будет, когда ваши дети скажут вам, что это за служение, вы скажете, это пасхальная жертва Богу, который миновал дома сынов Израиля в Египте, когда он поражал египтян, а наши дома спас, и поклонился народ. До сих пор, это была цитата слов Муше, и теперь уже реакция людей, и поклонился народ, и пал Ниц. А сыны Израиля пошли и сделали так, как Бог приказал Муше и Арону, так они и сделали. Подчёркивается здесь, что они сделали так, как Бог приказал Муше и Арону. То есть, снова слова Мировирша, поведение Израиля полностью, то, что они сделали, лымаясь и на практике, полностью соответствовало повелению Бога. Это свидетельствует о том, что с самого начала закон можно было соблюдать только исключительно на основе его устного изложения. 600 тысяч, как минимум 600 тысяч мужчин было тогда среди тех, кто принёс эту пасхальную жертву. Они должны были принести пасхальную жертву, причём приказ-то они получили от кого? Никто практически. И от Всевышнего только Муше и Арон. А от Муше и Арон самое первое предаточное звено. Кто слышал от него? Мы прочитали. Кто слышал от него? Затем Муше созвал Старейшин Израиль и сказал им Старейшин. Он несколько десятков человек, не больше. А весь народ от кого слышал? А он слышал от Старейшин. То есть, они слышали это от людей, которые слышали от Муше и Арон, которые слышали от Бога, но сделали так, как хотел того Бог. Вот нам первый пример цепочки передачи устной Торы. От Всевышнего к Муше, от Муше к Старейшинам, от Старейшин уже ко всем остальным людям. Все остальные получили его через цепь посредников, но, несмотря на такой способ передачи, никто не стал возражать, а почему я должен делать так? Кто сказал, может быть, это Муше придумал, а может быть, это Старейшины придумали, а может быть, это они. Выполнили приказ в полном соответствии с тем, как он изначально был сообщен Богом Муше и Арону. А теперь я хочу остановиться на одном из стихов этого отрывка и разобрать его более подробно. После того, как сказано, что нужно сделать с кровью пасхальной жертвы. С этим мы уже разобрались. Пучком из зова обмакнуть в кровь, затем дотронуться до дверных косяков, до притолоки. И потом сказано, и пусть никто не выходит за двери своего дома до утра. Сидеть в супертине и выходить. Почему не выходить? Наверное, потому что опасно. Хотя, другой стороны, непонятно, почему опасно. В эту ночь, ночь совсем непростая, ночь исхода из Египта, в эту ночь состоится кибель первенцев Египта. Это кибель первенцев Египта, нас-то это не касается. Представляете, погром будет, конечно, погром будет, но не нас же будут бить. Так почему же тогда не высунутся на улицу? Нет. Чтобы никто не выходил за двери своего дома до самого утра. Почему? Владимир Закраши. Раши пишет так. «И пусть никто не выходит», это говорит о том, что когда ангелу-разрушителю дано позволение истреблять, он не отличает праведного от нечестивого. То есть, поскольку идёт погром, и погром осуществляют разрушительные силы, ангелы-террористы, то им все, кто под руку попадётся, так ещё нужно понимать Раши. То есть, поскольку действуют сейчас ночью такие разрушительные силы, которые не различают между правыми и неправыми, между евреями и евреями, между тем, кому полагается, между тем, кому не полагается, поэтому дело опасное – выходить на улицу нельзя. продолжает дальше Раши. «А ночь отдана во владение разрушительным силам. Как сказано, ночью рыщут все звери лесные». То есть, звери лесные здесь – это иносказание, имеется в виду разрушительные силы, которые существуют в творении. Мехаблин – ангелы-террористы, на первый взгляд, странно. Касалось бы, если есть какая-то опасность в эту ночь – это не потому, что это ночь, а потому, что это та самая ночь, это та самая ночь, в которой происходит смерть первенцев. Вот, наверное, причина того, что опасно выходить на улицу. Если бы, нет, последняя фраза в Раши, если бы Раши только остановился и написал бы, это говорит о том, что когда ангелу-разрушительную дано позволение истреблять, он не различает правого от нечестивого, поставил бы здесь Раши точку. Мы все сказали, о чём идёт речь. Конечно, о том, потому что ангел-разрушитель, который сейчас ему дана свобода действий в Египте, разгул этих разрушительных сил, попадёшь с ним под горячую руку и не поздоровится. А Раши говорит, нет, нет, дело не в этом, абсолютно не в этом. А дело в том, что ночь вообще-то, т.е. ночь – это так уж день разделённый. Есть день, день, в который светит солнце, в котором нет тьмы, в который действуют созидательные силы творения, а потом приходит ночь, человек прекращает работу, уходят звери полевые, но не только звери, звери, конечно, выходят, но помимо зверей всякие разрушительные силы приходят. И вот они-то и представляют собой источник опасности. Они не различают между правом и виноватым, попадёшь им в руки – будет плохо. Просто в задаче, что дело только в том, что это происходит ночь, если так, так это происходит каждую ночь. Любая ночь, таким образом она отдана, как пишет Раши, здесь ночь отдана во владение разрушительным силам, так любая ночь. Рамбан тоже пишет, что он не очень понимает комментарий Раши. Приводю изначально комментарий. Раши ночь отдана во владение разрушительным силам, как сказано, ночью рыщут все звери лесные, и я не понял, пишет Рамбан. Не только мы не поняли, даже Рамбан тоже не понял. Я не понял, почему Раши говорит о том, что ночь отдана во владение разрушительным силам. И связывает это со стихом про зверей лесных. Кстати, это стих из «Цалмов царя Давида». Какая связь? Разве приведённая строчка Торы запрещает каждому человеку в любую ночь выходить за дверь своего дома до утра? Ведь если мы продолжим эту линию Раши, то мы должны будем сказать так. Коли так, то поскольку написано в Торе, и пусть никто не выходит за дверь своего дома до утра, то отсюда мы должны выучить новую Аллаху. Поэтому, стало быть, по ночам запрещено из этой строчки, по ночам запрещено выходить на улицу, потому что на улице не бандиты грабят прохожих, а есть просто музыки, есть вот эти самые разрушительные силы и вредители и так далее. Но мы нигде этого, нигде в Талмуде и в Шулканаухе подобного нет. Есть нечто близкое к этому, но совсем не то и не связанное с этим стихом. Но следовало бы сказать, продолжает Ромбан, т.е. если просто отнестись к этому тексту просто элементарно, с простой человеческой логикой, нужно было бы сказать, что поскольку именно вот в эту-то ночь ангелу-разрушителю было дано позволение истреблять, ибо ангел-разрушитель сегодня, это его день в Египте, ему дано позволение истреблять, и тогда, поскольку он не различает между правыми виноватыми, к нему под горячую руку не попадай. Именно поэтому мы же предостерёг евреев только относительно этой ночи, а по поводу других ночей нет у нас такого запрета выходить на улицу. Почему же Раши так не объяснил? Почему же Раши вдруг делает такой, что он крутой поворот, крутой такой манёвр и говорит, что вообще в чём здесь проблема с этими разрушительными силами? Да потому что ночь, она приводит свои, она отдана во владение этим самым разрушительным силам, которые властвуют ночью. Отвечает Рамбан, однако Раши не мог так объяснить, ведь в ту ночь Всевышний сам поражал египтян. Это то, что мы повторяем раз за разом на пасхальном цедре. Всевышний не доверил казни первенцев никаким разрушительным силам, никаким ангелам-террористам и никому. Я пройду, как там сказано в тексте, а Бог пройдёт, чтобы поразить египтян. А я пройду в эту ночь по Египту и поражу всякого первенца в Египте, от человека до скота, и над всеми богами совершу суд. Я Господь, для чего ещё подчёркивается «Я Господь»? Я, а не ангел, я, а не посланник, я не какой-то другой. Значит, нельзя сказать, что в эту ночь в Египте происходит погром, что в эту ночь разрушительные силы в Египте получили свободу, и они сегодня всех могут, не различая правых от виноватых, всех могут задеть. вовсе нет. Это совсем не то, что происходит. Всевышний умерщвляет первенцев лично. Стало быть, как же объяснить этот запрет выходить на улицу в эту ночь? Говорят, Раши, а это потому, что ночью сама по себе ночь отдана во владение разрушительным силам. Но, как сказано, ночью рыщу все звери лесные, и под зверми лесными здесь понимаются не только конкретные волки со львами, а имеются здесь в виду и разрушительные силы духовного порядка. Нужно сказать, что некоторые комментаторы объясняют, например, Робейну Ильяу Мизрахи, один из главных комментаторов Раши, он объясняет следующее. Почему необходимость беречься мазиким, беречься различных разрушительных сил, которые, в принципе-то, существуют в природе и действуют каждую ночь, почему необходимость и обязанность уберечься от них была передана именно в эту ночь? Почему именно в эту самую ночь было такое приказание не выходить на улицу? А почему во все остальные ночи? Если опасность та же самая, она существует в любую ночь, то почему только в эту пасхальную ночь? Ответ был вот какой. Ведь Всевышний пообещал, когда он раскрыл, что будет смерть первенцев, то он пообещал, что у народа Израиля даже келевлоих раз слышно, даже собака не гавнет, т.е. будет абсолютная-абсолютная тишина, ничего не случится. Если в эту ночь кто-то выйдет на улицу и попадет в беду из-за того, что этой ночью действуют, этой и любой ночью действуют разрушительные силы, есть мазеким, и он в результате попадет в беду, то будет здесь Хилу-Ля-Шем, будет здесь осквернение имени Бога, потому что будет это, ага, не только египтяне гибнут, евреи тоже. Это просто не разгулявшиеся силы природы, т.е. здесь тем самым любой вред или даже гибель еврея, которая случится в эту ночь, они заслонят то самое раскрытие, которое Всевышний запланировал в эту ночь, когда он личной собственной персоной будет уничтожать первенцев Египта. Именно поэтому в эту ночь и пришло вот такое специальное повеление – не выходить за двери дома. Это объяснение Раши. Как мы видели, Рамбан его не приемлет. Более того, говорит Рамбан, что источник в литературе наших мудрецов, откуда Раши черпает этот свой комментарий, он не совсем тождествен тому, как Раши его представляет, там сказано несколько иначе. Вот что он пишет, а в Михильте, так называется этот танаитский источник, который Раши использовал, об этом говорится несколько в иных выражениях, не совсем так, как у Раши. Пусть никто не выходит за двери своего дома до утра, когда ангелу разрушительному дано позволение истреблять, он не делает различия между праведным и нечестивым. До сих пор Раши переписал это всё, снова ничего не изменив. Но вот здесь начинается различие. Как сказано, ступай, мой народ, войди в свои покои, запри свои двери за собой и спрячься, пока не пройдёт гнев. Вот в чём дело. Не в том, что сегодня ночь, ночь – это каждый день, каждые сутки есть ночь. Не, не в этом дело. Когда говорится подобное, ступай, мой народ, войди в свои покои, запри за собой двери, спрячься. Что, надолго? Не, не надолго, пока не пройдёт гнев. То есть, сейчас происходит что-то особое, сейчас происходит какой-то особый взрыв гнева, поэтому нужно пересидеть в комнате и не всовывать носа наружу. Вот почему. А не потому, что ночь – это проблема. Дальше правда сказана, и также сказано, продолжая дальше Мехельта, «Я извлеку мой меч из ножен и истреблю тебя праведного и нечестивого», т.е. ты не надейся на то, что ты человек, может быть, праведный и не заслужил гибель или что-нибудь, потому что, когда меч извлекается из ножен, то уже под косу его все попадают. Не различаются праведные и нечестивые, так сказано у Хескера. И об этом говорится, чтобы научить тебя, что следует возвращаться при свете дня и выходить при свете дня. Вот здесь уже несколько непонятный переход. С одной стороны, аргументация была, почему нужно сидеть за закрытыми дверьми и не выходить на улицу, потому что сейчас есть гнев, и нужно спрятаться, пока не пройдёт гнев, и сразу же без всякого перерыва приходит Мехельта и говорит, что в принципе вообще-то нужно всегда выучить отсюда, из того, что было тогда, из того повеления, которое было тогда, нужно выучить ещё одно правило поведения, а именно, что нужно возвращаться при свете дня и выходить при свете дня, когда ты идёшь дорогой, когда у тебя дальний путь. Не выходи за темно, хотя тебе понятно, хочется заранее прибыть, ты не хочешь очень долго быть в работе, и ещё пробок нет. Всё равно. Не надо выходить за темно и возвращаться, т.е. если ты чувствуешь, что солнце уже клонится к закату, и есть возможность встать на привал, остановиться в каком-то городе, остановись, а ещё есть полтора часа можно в дороге. Не надо. И выходить при свете дня, и возвращаться при свете дня, и выходить при свете дня. И ты видишь, что именно так поступали мудрецы и пророки. И дальше приводится длинный-длинный список примеров того, как наши прадцы и мудрецы и пророки всегда выходили в путь только засветло. «И поднялся Авраам рано утром, рано утром имеется в виду, но утром, он не поднялся посреди ночи, утром, пусть рано, но утром. Яков встал рано утром, рано утром – это не в девять часов утра, это таки рано, но всё-таки утром засветло. И рано утром поднялся Мушеев, встал Юшо рано поутру, хотя там шла речь вообще о военных действиях, даже военные действия, поутру. А также встал Шмуэлера наутром, чтобы отправиться к Шаулю. И уже если так поступали прадцы и пророки, которые шли выполнять волю Творца, то уж тем более так следует поступать, и всем остальным людям, когда человек идёт по делам своего бизнеса, тоже пусть выходит в дорогу только засветло, и ещё при свете дня пусть останутся на ночле». И ещё сказано. «Ты простираешь тьму, и наступает ночь, и тогда львы рычат в поисках добычи и просят у Бога пищу». То есть вот здесь уже что-то зазвученное тому, что написал Рашик. Рашик говорит, что имеется в виду здесь непонимение львы, львы. Это только насказание, имеется в виду, что львы, конечно, есть, но помимо того, что есть львы, есть ещё и духовного рода неприятностей. «Наступает ночь, ты простираешь тьму, наступает ночь и львы рычат в поисках добычи, просят у Бога пищи. Ты даёшь ими, они собирают. Открываешь свою руку, они насыщаются благом. Но только когда высияет солнце, снова и дальше идёт здесь анализ одного за другим тех самых стихов из Псалма Бархинавши, и после того, как уже засияет солнце тогда, что они забирают, т.е. всё это зверьё, их ночная смена закончилась, они все собираются по домам, по логовам, они собираются, укладываются в свои логово, переваривают свою добычу, которую съели, и яйце адам ли фуа ло лавуду ато адей эреф, и тогда с этой поры, с этого момента человек выходит по своим делам и приступает к своей работе вечером, т.е. так получается разделён день, когда есть время, когда человек работает, выходит, занимается своими созидательными делами, а есть время, когда ищут всякое зверьё и т.д. Вот здесь вот, закрываются кавычки, завершаются слова Медраши. Так как его понять? Буртанабар не так, как понял Медраши, дело не в этом. Имеется в виду следующее. В ту ночь в Египте, т.е. причина, по которой евреям запрещено было выходить на улицу и нужно было сидеть за закрытыми дверьми, это не проблема ночи как таковой, а это той самой ночи. В ту самую ночь в Египте сынам Израиля было запрещено выходить за порог дома. Почему? Потому что Всевышний проходил по Египту подобно проходящему по стране в сопровождении своих стражей, следящих, чтобы никто не причинил ему вреда, и отгоняющих праздных зеват. Т.е. представим себе картину средневекового города или древних. Если царь должен проехать кортежем по городу, то есть охрана. В общем, почему меня потянуло именно на средние века древние, да это и в наше время. Если едет кортеж какого-нибудь главы государства, они не будут останавливаться, когда им вдруг на дороге кто-то посторонний оказался. проедут по нему, берут ему. Любой, кто попадется, любой, кто будет мешать, безусловно. У меня у самого есть такое воспоминание, с детства я жил в Москве на Екиманке, это была правительственная трасса, по которой правительство ездило в Кремль, а когда были пробки, то их картеж выезжал на середину между двумя полосами и гнал посередине, а я переходил улицу, стоял как раз посередине между двумя полосами движения, и вдруг видны эти коронсальные жутких размеров зилы, едут прямо на меня. Если бы я не ускользнул, то меня бы, безусловно, они бы не остановились. Т.е. когда царь проходит по городу, когда царь проходит по стране, и есть охрана, то эта охрана сметёт любого зеваку, любого интересующегося, любого любопытного, любого, кто может вообще помешать и попасться по дороге, будет стерильная площадь. Царство небесное похоже на царство местное земное, нечто похожее происходит и здесь. Если сказано, как Всевышний говорит, а я пройду эту ночью по Египту и поражу всякого первенца в Египте, от человека до скота, и над всеми богами египетскими совершу суд, я Господь. Я пройду эту ночь по Египту. Так объясняет здесь рожей, подобно царю, который проходит по своей стране с места на место. Если так, то понятно, что есть как бы стража вокруг этого явления шхены, и когда Всевышний проходил по Египту, подобно царю, проходящему по стране в сопровождении своих стражей, следящих, чтобы никто не причинил ему вреда, отгоняющих праздных зевак. Это пример царя земного, и вот поэтому-то и сказано, когда будет проходить моя слава, я укрою тебя в расщельни скалы и покрою тебя своей рукой, пока я пройду. Роман приводит доказательство того, что по отношению к Египту и Шхена, а по отношению к явлению шхены есть тот же самый принцип. Когда Муше просил уже, это было после того, как сделали Золотого Летенца у горы Синай, и тогда Муше просил «Арэйни наэт Квудэха», покажи, яви мне свою славу. Хочу понять, как это… Всевышний дал ему пророческое видение, но при этом сказал, что вот здесь есть такое укромное место в расщельни скалы, и ты там спрячешься, и когда будет проходить моя слава, т.е. когда будет вот это вот пророческое видение раскрытия Шхены, «то я укрою тебя в расщелине скалы и покрою тебя своей рукой, пока не пройду». А почему нужно было его укрывать? От кого нужно было укрываться? От кого прятаться? В чём здесь дело? Почему нужно было окопаться? Почему нужно было спрятаться? По той же самой причине. Всевышний укроет Муше, пишет Ромбан, чтобы защитить его от огненных сарафов и от всей этой небесной свиты. Т.е. подобно тому, как есть свита и охрана земного царя, нечто подобное есть и в случае Гилуя Шхена, в случае раскрытия Шхены нужно быть очень осторожным в этой ситуации, ибо одно неосторожное движение может привести к тому, что человек просто пойдёт под косу вот этих самых сил, которые как бы являются свитой для раскрытия Шхены. И поскольку известно, что ангелу-разрушитель, а что собой представляет эта свита? Ангелу-разрушитель, разрушитель, и когда им дано позволение истреблять, то ведь они уже не делают различия между праведным и нечестивым. Если так, значит, получается, ещё раз, что причина, по которой тогда нельзя было выходить на улицу – это не общая ситуация ночи, нет, не в этом дело, а это ситуация, которая возникла тогда, когда в Египте произошёл Гилуй Шхена, раскрытие Шхены, явления Всевышнего, от него-то погибли и все первенцы, ну и если кто вышел бы в этот момент на улицу, то тоже мог бы попасть под косу. А каким образом Михиль-то отсюда переходит, уничтожая сумняшись к тому, что вообще-то нужно выходить, не ходить, не шастать по улице, когда темно, что нужно выходить в дорогу утром и возвращаться в город тоже до вечера, как это связано? А вот какая связь. По аналогии, как здесь нельзя выходить было на улицу, потому что раскрытие Шхены сопровождалось явлением этой как бы стражей ангелов-сарафов, которые не различают между правыми и виноватыми. Если так, то человеку не следует нарушать установленный в мире порядок, такой порядок, что сутки разделены на день и ночь, и ночью – это не самое удобное время для хождения. И выходить в путь ночью, ведь в это время, когда хищники выходят на охоту, они-то тоже не станут разбирать между нечестивыми и правыми, т.е. точно так же, как ангелы эти не различают между правыми и виноватыми, точно так же и хищники, которым тоже разрешено охотиться и нападать, точно так же, как Всевышний создал ангелов-разрушителей, которые не различают между правыми и виноватыми. Аналогично он создал хищников, которые питаются, и для Для того, чтобы питаться, им охота нужна, и на охоте они не различают между правыми и виноватыми. Один раз могут задрать какую-нибудь лань, а в другой раз попадётся им человек под горячую лапу, тоже могут его задрать, и не будут они разбираться, он правый, виноватый, полагается ему, не полагается ему, это не их дело. Вот в этом аналогия, т.е. говорить нам их это так. Поскольку мы видели, что Всевышний приказал тогда, когда был разгул вот этих самых разрушительных сил, которые сопровождали раскрытие Эшхены в Египте, и тогда Всевышний приказал не высовываться на улицу, потому что праведность никого тогда не спасёт, попадёшься под горячую руку и уничтожат. Точно так же и в остальные ночи, когда нет вот этого разгула этих самых сил, но хищники-то, обычные хищники с клыками, с зубами и с когтями, они есть, есть, и они тоже не различают между правыми и виноватыми, если так, то не ходи на улицу, когда темно, выходи засветло и возвращайся домой тоже засветло. Т.е. когда Михаил-то приводит вот этих самых хищников, говорит, что ночью хищники выходят, Раша понимает, что это только иносказание, что имеются в виду духовные силы, мазекин, которые получают власть ночью, а ромбан, говорит, нет, имеется в виду просто самые простые, обычные волки, медведи и всякие прочие барсы и львы. Вот это спор здесь между Рашей и между ромбаном, какова была причина того самого запрета, который уже передал всему Израилю через старейшин, не выходить всю ночь до утра из-за двери домов. Продолжим дальше. «А Бог пройдёт, чтобы поразить египтян, когда вы будете сидеть за закрытыми дверьми и есть пасхальную жертву, Бог пройдёт, чтобы поразить египтян, и Он видит кровь на притолоке и на двух косяках, и минует Бог этот вход и не дадут губителю войти в ваши дома, чтобы поразить вас». Храните это как закон для себя и для своих потомков навеки. Этот закон, обязанность исполнения пасхальной жертвы храните навеки и будет, когда вы войдёте в страну, которую Бог даст вам, как Он обещал, соблюдайте это служение. Стоп-стоп-стоп. Минуту назад было сказано, что вот этот вот закон нужно хранить навеки, т.е. всегда нужно приносить, каждый год нужно приносить пасхальную жертву в эти самые дни, в день, в канун Петска, 14-го Ниссана. Замечательно. А следующий посыл говорит, когда вы войдёте в страну, в которую Бог даст твоё, вот вы и сделаете это служение. Ещё 40 лет до этого вы были в Египте, а что ж тогда? А в Египте не было обязанностей, но Траши действительно не было. Одно исключение было. Пишет Траши так. И через год, когда уже находились в Синайской пустыне, Всевышний сказал прямо обязанность принести пасхальную жертву в пустыне. С тех пор все остальные 39 лет не было ни одной пасхальной жертвы. Т.е. следующая пасхальная жертва, третья по счёту, была принесена уже в эры Цисраэль, когда, сразу после того, как произошло вторжение, и будет, когда ваши дети скажут вам, знакомый посыл по пасхальной годе, когда дети скажут вам, что это за служение, то вы скажете, это пасхальная жертва Богу, который миновал дома сынов Израиля в Египте, когда он поражал египтян, а наши дома, спас, и поклонился народ, и пал ниц. Что это за поклон? Почему вдруг здесь такой земной поклон, после того, что Муше всё это сказал, Квитраши, этот земной поклон выражает благодарность, и поклонился народ в знак благодарности за вести, здесь была благодарность за две вести, два сообщения. Первая сообщение – весть об освобождении, об избавлении, то, что они освобождаются в скором времени из Египта, пришло окончательное, время окончательной развязки и исхода. Второе – о приходе в обетованную землю. Третье – здесь ещё есть сообщение, и о детях, что у них будут. И то, что они придут в Исраиль, и то, что будут у них дети, за всё это народ благодаря поклонился и пал ниц. А сыны Израиля пошли и сделали, так как Бог приказал Муше Иерону, так они и сделали. Говорят, Раши, довольно странно. Этот стих нужно было бы сказать в самом конце, ведь в тот момент, когда они сейчас выслушали, они ещё ничего не сделали. Они только выслушали и пошли. А сыны Израиля пошли и сделали. Говорят, Раши, разве уже сделали? Ведь им было сказано только в первый день месяца. Весь этот отрывочек-то был сказан заранее, и когда они его выслушали, невозможно было пойти и тут же сразу это сделать. До принесения пасхальной жертвы есть ещё время. Этот посылок не был сказан им 14-го числа месяца, когда нужно было приносить пасхальную жертву, намного заранее. Как же так понятия пошли и сделали? Никто ещё ничего не сделал, всё только выслушали, но ещё никто не сделал. Ведь им было сказано только в первый день месяца, но раз они уже согласились всё выполнить и приняли на себя ответственность за это, так Писание говорит о них так, словно они уже исполнили всё. Вот эти слова Раши являются основой очень-очень известного классического комментария Рабейну Йоны к Пиркеавод. Пиркеавод Мишна говорит, что коль ше хохматом и рубами маасаам, если у человека его мудрость опережает его дела, то есть он много знает, он очень хорошо знает, знает, как надо себя вести, но не очень у него получается так, он себя не совсем так ведёт, то это плохо. А с другой стороны, если у человека наоборот, если его дела опережают его знания, тогда и мудрость его, и знания его, они останутся с ним, и всё будет хорошо. Спрашивает Рабейну Йонас, стоп, 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 как это может быть, что маасаам мирубимый хохмато? Как? Не может же человек делать то, чего он не знает? Если у него есть хохма, то есть ему сказали, что надо делать, нужно исполнять такую-то заповедь, вот это надо делать, это обязан сделать, а это нельзя делать. Тогда человек может соблюдать то, что он знает, а может и не соблюдать, может ещё и нарушать то, что он знает. Но как может человек соблюдать то, чего он не знает? Как может быть, что маасаам мирубимый хохмато? что его деяния, что его действия больше, чем его знания. Чайта Абейна Йона – вот это то, что сказано здесь в Раше. То есть даже если человек ещё не знает, он мало учился, и многого-многого он не знает, многие законы ему неизвестны, но он принял на себя обязательство, что всё, что ему скажут, он сделает это, и не будет вертеть носом, и не будет думать, подходит ему это или не подходит, не будет думать, сумеет ли он это сделать или не сумеет, он готов принять всё. Вот эта вот сила принятия на себя, вот этого решения, не имеется в виду, когда человек играет сам собой в понарошке, имеется в виду, что человек действительно это принял, настоящее серьёзное решение, принять всё, что ему скажут, в тот момент, когда такое решение есть, это всё равно, что человек уже сделал. Таким образом, может быть, что Маасав, мирубимый хохмато, у него больше действий, чем знаний. На деле он уже как бы сделал всё, потому что он готов сделать всё, что ему скажут, но знаний у него мало. Но всё, что ему скажут, он сделает. И именно это тоже было сделано. Еврейский народ принял на себя эту заповедь, сделать всё, как нужно, с пасхальной жертвой. Хотя это была непростая заповедь, она требовала от них достаточно мужества. Но приняли на себя сделать это. И хотя они ещё не сделали, а только отправились по домам с твёрдым решением это сделать, Писание уже им зачло, как будто бы они уже сделали. И всё они сделали так, как приказал Бог Муше и Арону. Это сказано по хвалу Израиля, т.е. в том, что они ничего не упустили, ни одной мелкой детали. Никто не сказал, а, изов-шмазов, какая разница, можно и так, можно и пальцем, или ещё что-нибудь. Нет, все-все абсолютно детали были чётко соблюдены, не упустили ничего из того, что было довелено, повелено Муше и Арону. А что означает в конце сказано, а сыны Израиля прошли и сделали так, как сказал Бог Муше и Арону? Нужно было бы поставить точку здесь. А Тора прибавил ещё три слова, так они и сделали, но уже сказано выше, и сделали так, как Бог приказал Муше и Арону. Зачем же повторять ещё раз, так они и сделали таталоги, говорит Раши, а это приносит сюда ещё и Муше и Арон, они тоже так сделали. То есть, это не то, как бывает с лидерами и вождями, которые указывают другим людям то, что нужно сделать, и они могут указывать очень правильно, но это пусть делают другие. Они сами пока могут заняться более важными, они тоже сделали всё точно так же, как сказали все Мусталин. Как все рядовые израильтяне занимались приготовлением пасхальной жертвы, точно так же этим занимались и вожди Муше и Арону. Я думаю, что нет смысла переходить к следующему отрывку Торы. Торы лучше, может быть, оставшиеся от урока время, посвятим одному важному, серьёзному комментарию на этот отрывок, комментарий Кабмер Симхиздинска Мешихохне, что он пишет. В самом начале этого отрывка сказанного я уже упомянул, Мешху, Укхулахэмсе, потяните, если буквально переводить, коряво очень получится, потяните, потяните и возьмите себе ягнят для пасхальных жертв. Мудрецы говорят, слой, понимаете, это так, Мешху ядейхэм, мябудазара, векху, сэшель митсва. Вы отведите свои руки, то есть это идиома, лемшох, лемшох яд, это значит от чего-то отказаться, отстраниться, убрать от этого руки, полностью отстраниться. Так вот, уберите руки, отстранитесь от идолопоклонства, от язычества и возьмите себе ягнёнка ради митсвы, для митсвы. Что это всё означает? Что мудрецы здесь такого нам объяснили в этом отрывке, чего не было нам здесь понятно? Начинает Мэр Синхэ свой друж издалека. Мы уже немного касались этого вопроса. Известно, что когда Всевышний явился Муше на горе Синай и сказал ему, ты отправляйся в Египет и скажи народу, что Бог вспомнил о вас и пришло время избавления, то Муше сказал в Энно и Аминно, и мне же они не поверят. На что мы видим, что Всевышний разгневался на него? И говорят мудрецы, как это так? Евреи, они мы аминим, да и мы аминим, да они люди верующие, дети верующих, а ты о них вот так вот плохо сказал. Это хвала евреям, что они верующие, дети верующих. И любой человек, который это читает, в чем такая большая заслуга быть верующим, детей верующих, это именно, это хвала и заслуга Иссроя, это евреи, они верующие, дети верующие. А что остальные народы мира, они не верующие? А нет народов мира других, которые верят и верят иногда в такую совершенно-совершенно-совершенно невероятную вещь. А если просто в очевидную ерунду, если были народы, которые столько держались за свою веру и огнепоклонников, и идолопоклонников, и кто-то поклонялся огню, и кто-то поклонялся воде, кто-то поклонялся луне, и чему-чему-то, и готовы были умирать, проливать свою кровь мешками за эту правду. Так почему здесь евреев хвалят за то, что они такие верующие? Может быть, сказать, что евреи верят в те будущие обещания, которые у них есть, о том, что сейчас в этой жизни ничего, все только в будущем? Ну, так есть тоже народы мира, которые тоже достаточно верят, и хотя бы возьмите мусульман-шиитов, которые тоже верят в приход Мааде, что немножко похожи на некоторый такой вариант их шиитского машеха и так далее. Что вы здесь делаете? Почему вера является вот такой вот похвалой еврейского народа? А вера вере рознь. Потому что вера всех других народов, она основана всегда, она использует всегда все возможные эмоциональные эффекты, которые только можно использовать. То есть человек всегда, когда видит вокруг себя что-то грандиозное, какие-то грандиозные явления природные, он чувствует что-то необыкновенное, он взволнован, он ошеломлён. Или когда человек видит что-то очень-очень красивое или слышит какую-то очень красивую музыку, он тоже чувствует волнение, ошеломление, его эмоции здесь приводят его в возбуждённое, ошеломлённое и возвышенное состояние. Вот именно почти практически все веры и религии, они используют вот эти физическую сторону жизни и умение, и способность человека прийти в возбуждение, в волнение, иногда даже в экстаз от вот таких вещей. Они используют это для укрепления его веры. Вы зайдёте, не вы зайдёте, если человек заходит в какой-нибудь, скажем, храм католический и услышит там, как играет орган под этими сводами и как всё это человек приподнимает, всё это использует эмоции, использует материальное явление, музыку со всеми её законами. И эмоции, которые человек испытывает для того, чтобы его привести в приподнятое, возвышенное духом состояние и всё это связать с верой. То есть вера у всех народов мира, она всегда связана, она всегда укрепляется и усиляется вот этими самыми эмоциями человека, его способностью восторгаться, его способностью получать впечатление от всего сильного, мощного, красивого, возвышенного. Есть бог невидимый, не имеет ни начала, ни конца, на него нельзя посмотреть, он абсолютно непостижим, трансцендентен. То есть ничего, кроме умозрительного, здесь нету. А может, как-то пощупать что-нибудь, как-то показать, нарисовать, а вообразить что-то, не, вообразить тоже нельзя, ничего нет, абсолютно. «Ля из макшоу от Физы Бэй», никакая даже мысль, никакая мысль его не охватит, абсолютно ничего. Вот эта вот вера совсем другая, совершенно-совершенно другого характера. Вот этой верой потребовал Всевышний от ибрейского народа. Но понятно, что с другой стороны у человека-то есть весь его мир. Глаза-то у него есть, уши у него есть, и глаза видят и звёзды, и весь этот громадный мир, и все эти красоты, и все красоты, которые есть в мире. И он слышит музыку. Всё это тянет человека совершенно в другую сторону. Тянет человека в сторону того, что можно пощупать, того, на что можно показать, того, на что можно раскрыть глаза и сказать. У-у-у-у-у! Поэтому, с одной стороны, нам что дано? С одной стороны, Всевышний дал нам Тору для изучения. Изучение Торы приводит к тому, что интеллектуальная сторона личности человека усиляется и усиляется и усиляется. Так много законов, и так много мельчайших деталей в законах устные Торы. И всё это нужно проработать, и всё это нужно проучить, и всё это нужно понять. И всё вечно не сходится одним с другим, так что приходится серьёзно-серьёзно сидеть, потеть над каждой строчкой, пока ты начинаешь понимать, что вообще делать. И всё это приводит к тому, что у человека его именно интеллектуальная умозрительная сторона становится всё сильнее и всё сильнее и всё сильнее. И это всё для того, чтобы человек мог сосредоточиться на вере абсолютно лишённой какой бы то ни было материальной оболочки, вере лишённой какой бы то ни было эмоциональной стороны убеждения человека. Но с другой стороны, опять же, эмоции-то эти у человека есть, глаза у него есть, и есть у него стремление к красивому, к прекрасному, человек хочет быть взволнованным. Конечно, всё это есть. Так вот, для того, чтобы всё это не повело человека куда не нужно, чтобы это не повело человека к язычеству, к идлопоклонству Всевышнему. Поэтому дал им такое большое количество заповедей, и все заповеди, они направлены на конкретные материальные объекты, на конкретные материальные вещи. И здесь вся та сторона, вторая сторона человеческой личности, эмоциональная и физическая, она находит здесь своё применение. Человек, у человека есть громадная сила любви, замечательно. Создавай семью, люби свою жену, люби своих детей, в конечном итоге люби своих даже соседей, люби свой народ. Есть много кого любить, возможность проявления любви есть, достаточно много проявлений, не нужно ходить туда, куда ходили язычники с этими своими проявлениями. У человека есть стремление к красоте, к эстетике, замечательно. Сделай так, чтобы все твои заповеди, чтобы те вещи, при помощи которых ты исполняешь заповеди, чтобы они были красивые. Пусть у тебя будет красивый Лулав, пусть у тебя будет красивый Шейтрок, пусть у тебя будет красивый Цицит. Всегда можно найти применение тем самым силам, которые есть в человеческой личности, направляя их на заповеди. И вот это направление, которое Тора нам дала, еврейский народ по нему шёл со времён Авраама, и в Египте произошёл серьёзный крен, когда еврейский народ стал отходить от этой линии и всё больше и больше погружаться в египетскую жизнь, в которой всё было действительно… Ведь в Египте мы видим, именно так всё было бы и построено, на очень впечатляющей совершенно архитектуре, на потрясающей скульптуре. Всё очень… всё громадное, всё красивое, всё гармоничное, всё потрясающее понесло туда. Вот теперь от всего этого надо отказаться, нужно зарезать этого ягнёнка. Потяните, возьмите, что это значит, уберите руки от Абудазра, уберите руки от язычества, отстранитесь от всего этого долбоконства, от всего того, что было в Египте. А что мы будем делать со всей этой стороной нашей личности? Что мы сейчас все превратимся в философов и только будем философствовать? Все эти самые силы направьте на другое, пусть эта вся колоссальная энергия будет использована в мирных целях. Возьмите, что возьмите? Возьмите ягнёнка для митцвы, возьмите митцву. Все эти самые силы человеческой личности, пусть они войдут в исполнение митцвот. В этом-то смысл вот этого вот высказывания мудрецов. Отведите, отстранитесь, уберите руки от язычества и возьмите себе ягнёнка для митцвы. Вложите это всё в митцву. Возьмите ягнёнку.